Я по такой красоте ехала быстрее, чтобы распечатать книгу, которую мне прислала Юля, и скорее начать снимать книжную эстафету. Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Даша, и вы на моем канале Читающий Пряничек. Сегодня третий день, и я шестой участник книжной эстафеты. Мы с моими коллегами, 14 прекрасных книжных блогеров, вдохновились своими более опытными и матерыми коллегами, которые уже делали книжную эстафету, и решили тоже попробовать сделать ее на своих каналах. Нашу эстафету начала Алена с канала про прочитать. Все ссылки на каналы участников будут обязательно внизу в описании, и первое видео Алены, человека, с которого все началось, обязательно тоже будет, и канал Юли, от которой я сегодня получу книгу, тоже будет внизу в описании отдельным видео, и тот человек, кому я сегодня отправлю книгу, вы узнаете в самом конце видео. Так что обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы узнать, кому отправила книгу я. А завтра в 12 часов вы увидите, кому же я отправила и какую книгу. Наши видео будут выходить два раза в день, в 12 часов дня и в 6 вечера, в 18.00 по московскому времени. Ставьте уведомления, чтобы не пропустить ни одно видео. Следите от начала эстафеты до конца, от первого нашего участника до последнего, чтобы увидеть всю эту цепочку, так будет намного интереснее. Также не забывайте подписываться на меня, на мой канал, на каналы девочек. И я надеюсь, что вам эта затея тоже понравится. А давайте теперь начнем, поехали. Юля с канала к себе книжно отправила мне книгу, вот в таком пакетике. Вы подумайте, что он просвечивается, но он у меня был еще завернут в пакет Вайлборис. Я специально ходила с папой, чтобы он забрал мою книгу, чтобы я не увидела. Он там еще испугал продавщицу, он такой, не показывайте нам, чтобы мы ее не видели. В общем, бедная продавщица там очень на панике все делала. Она говорит, а как же вы не посмотрите? Я говорю, ничего. Она говорит, а если что-то будет не так? Мы говорим, ничего страшного, все, отдайте нам ее так, заверните в пакет, чтобы мы ее не увидели. И теперь этот момент настал, и я достаю из этого пакета книгу. Я понимаю, что она мягкая, потому что я вот щупаю, она в мягкой обложке. Тут еще какой-то конверт. А нет, это картонка, читай, города. Выбрасываем. Итак, это книга. Это серия. Магистраль. Нет? Ну вот по корешку я понимаю, что да. Да ладно? Обалдеть! Это просто... Это как? Да вы что? Это Вита Ностра, книга Марины и Сергея Дьяченко. Вы просто не представляете, насколько я рада, потому что я две недели ходила с мыслью о том, что мне нужна эта книга, и что я обязательно ее буду в ближайшее время покупать. И вы представляете, если бы я вот еще бы неделю походила, я бы ее, скорее всего, заказала. Для меня это просто... Это такое попадание. Это просто... Вот я знаю, что девочки и экспериментируют друг над другом, и отправляют те книги, которые другие девочки не читают, допустим, разных каких-то жанров. Как... Обалдеть! У меня нет слов. В общем, я очень сильно рада, и я очень хочу прям приступить к началу чтения. У нас был уговор, что мы выбираем книгу до 500 страниц, плюс-минус, но в этой книге 570 страниц. Но знаете, я вообще нисколько не огорчена. Я с такой радостью буду её читать, хотя самое интересное, что я об этой книге не знаю ничего. Я просто очень много положительных комментариев о ней видела, положительных отзывов, даже где-то на Пинтересте я её видела. Она мне очень всегда нравилась обложкой своей. Потом я увидела чей-то пост, что прям вообще лучшая книга, просто потрясающая. До сих пор я не читала её аннотацию, не читала её описание. И вот сейчас мы вместе с вами узнаем, о чём эта книга. Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Окончив школу, Саша против своей воли поступает в странный институт специальных технологий, где студенты похожи на чудовищ, а преподаватели на падших ангелов. Здесь её учат, чему и что случится с ней по окончанию учёбы. Когда Юля писала мне, она сказала, как ты относишься к таким книгам, что это что вообще было, непонятно, что произошло, но оторваться невозможно. И вот даже по описанию я понимаю, что именно это меня ждёт в этой книге. Сейчас я посмотрю видео от Юли, и вы вместе со мной сейчас посмотрите, и уже посмотрим, что она говорит про эту книгу. Даша, привет! Наконец-то дождик закончился и выпустил меня, наконец, на улицу, чтобы я записала тебе этот кусочек. Итак, почему я выбрала именно эту книгу? У нас иногда бывает так, когда у нас появляется любимая книга, иногда очень хочется её спрятать от других, как-то её вот так вот очень сильно обнять, и сделать так, чтобы никто о ней никогда не узнал такое вот что-то очень ревностное, очень собственническое. В случае с этой книгой, когда я её прочитала, она входит в список моих любимых, у меня появилось такое очень эгоистичное чувство, я захотела кого-то прям заставить её прочитать, чтобы этот человек точно так же сломал себе мозг во время её чтения. Своих книжных нет, ты написала и фантастику, и фэнтези, и я хочу тебя предупредить, что эта книга, да, несёт в себе некоторые элементы и фантастики, и фэнтези, но это точно что-то очень нетипичное и очень непохожее на всё остальное. И я, в принципе, думаю, что я вот подобное никогда уже больше не прочитаю, скорее всего. Здесь очень много слоёв, очень много смыслов, и я уверена, что я до конца её так и не поняла. И я думаю, что с каждым следующим прочтением процент понимания, надеюсь, будет увеличиваться у меня. Я очень надеюсь, что ты сможешь влиться в волну этого сумасшествия, которое будет здесь происходить. Надеюсь, тебе понравится, но всё-таки, если вдруг тебе захочется бросить, если тебе не зайдёт, то это тоже очень интересно. Мне интересно узнать альтернативное мнение. Так что я желаю тебе приятного чтения и надеюсь, что ты в процессе будешь не очень сильно меня ругать. По своей глупости я удалила тот фрагмент. После просмотра фрагмента, фрагмента пояснения от Юли, и я перезаписываю его заново. У меня такое уже не первый раз, к сожалению, и я прям злюсь на себя. Вот, что хотела сказать. Юля, я прям полностью с ней согласна. Бывают такие книги, которые тебе настолько понравились, но у меня наоборот, мне не хочется у себя её спрятать и никому не показать, а мне хочется, вот как Юля сказала, заставить кого-то прочитать, чтобы поделиться вот этим сокровищем, поделиться, рассказать всем и вся о ней, поговорить о ней, и вот надеяться, что эти же эмоции подарит книга другому человеку. И да, в моих книжных нет, стоит и фэнтези, и фантастика, но Юля пообещала, что это будет что-то нетипичное, и я считаю, что так оно и будет. Мне почему-то подсказывает какая-то чуйка моя, и будем надеяться, что мне книга понравится. Юля говорит про многослойность этой книги. Я не знаю, что мне от неё ожидать. То ли она мне очень понравится, то ли она мне не очень понравится, то ли мне может совсем не понравиться. И я пока что не буду на неё возлагать какие-то большие надежды, чтобы лучше я не буду возлагать, и она мне понравится, чем наоборот. Юля говорит, что это и фэнтези, и фантастика, да, это мои книжные нет однозначно. Как-то у меня не складывается с этим жанром вообще. Юля говорит, что тут много слоёв в этой книге, что много смыслов, которые она до сих пор даже не все поняла. Будем пробираться сквозь тернии этой книги вместе с вами, вместе с Юлей, и просто, в общем, все вместе. Также пишите в комментариях, кто уже читал эту книгу, может быть, я чего-то так и не пойму. Может быть, она мне вообще не понравится, а может быть, она мне наоборот очень сильно понравится. Так что мне уже очень хочется, и мне с нетерпением, я жду начало чтения, мне очень хочется приступить. Вот, так что давайте начнём с вами читать. Субтитры сделал DimaTorzok Ух, как много времени прошло с тех пор, как я первый раз села и начала читать книгу Вита Ностро от Марины и Сергея Диченко. И какая у меня большая есть ошибка, что я сразу не записываю видео, потому что пришло очень много времени. Я уже успела съездить и в Москву, и на море отдохнуть. В общем, у меня много событий произошло за это время. И я сейчас приступаю обратно к чтению этой замечательной, как мне показалось, страниц за 30 книги. Сейчас я те впечатления, которые получила от прочитания первых 30 страниц, расскажу вам. И как мне говорили, что эта книга, непонятно что-то, но невозможно оторваться. Это действительно так. Нам рассказывается про девушку Александру, которая поехала с мамой отдыхать на море. Кстати, когда я её читала в машине, я думала, было бы здорово взять её на море с собой. Но поскольку я очень хотела отдохнуть там, я решила её всё-таки не брать. Но мне кажется, вот для тех, кто просто хочет поехать без видео записывать, а просто взять отдохнуть книгу, то эта книга подойдёт. Потому что, во-первых, от неё невозможно оторваться. Ты читаешь, ты не понимаешь, что тут происходит, но тебе очень интересно, и тебе хочется читать дальше и дальше. Так вот, главная героиня Саша, Александра, которая поехала с мамой на море. И там всё так подробно описывается, как они ходили на рынок, как они снимали комнату у какой-то хозяйки. И в один прекрасный момент Саше, кажется, что за ней кто-то следит. Какой-то мужчина, непонятный и странный. То он её поджидает около палатки с сырами, то он её поджидает около рынка, то около подъезда. И она постоянно бегает, бегает от него, и она говорит, «Мама, мне страшно уже, я не пойду там за солью, я не пойду там ещё за чем-то». Всё, он вот меня преследует, мама с ним даже говорила. Но каждый раз всё было бы ничего, но каждый раз он просто смотрит на неё томно, ничего с ней не говорит. И каждый раз после каких-то таких, когда она прибегает домой, в испуге она просыпается. То есть это как какой-то день сурка. Она просыпается, просыпается, и доходит до того, что этот инкогнито, этот незнакомый мужчина начинает с ней говорить. Он говорит, «Александра, дайте я вам помогу, дайте я вам расскажу». Она такая, «Нет, нет, нет, я не верю». И она опять просыпается. И пока что на этом я закончила. Уже как бы, да, много обещающих, что там дальше будет. Не знаю. Но надеюсь, что будет всё так же интересно и захватывающе. И, кстати, читается очень легко. Я прям сидела в машине, я тяжело в машине сосредотачиваюсь, то есть в электричке без проблем, а вот в машине тяжеловато. Я сидела и просто, тем более я на переднем сиденье была, я вот просто тут не могла оторваться. Поэтому продолжаем чтение дальше. Надеюсь, что дальше оно будет такое же захватывающее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только хотел вам сказать, что хорошо эта книга из лета перешла в осень, но у нас уже прокрутилась и зима, и уже даже весна, и наша главная героиня закончила школу. Но что было перед этим? Перед этим сначала на море, а потом уже и дома этот незнакомый тип, этот незнакомый мужчина давал ей странные задания, даже, скажем так, непристойные. То ей нужно было без купальника очень рано утром плавать до буйка и обратно. Следующее задание, ей надо было очень рано бегать, когда они уже приехали домой, очень рано бегать. И потом сходить в туалет. Странно, очень, о чём, наверное, меня и предупреждали. Но всё равно вот оторваться нельзя. Хочется понять, что же будет дальше, что там такое будет. и после того, как она выполняет эти задания, а, самое важное, что задание нельзя пропускать, ей в 5 утра надо это делать, и если она проспит, всё, что-то произойдёт. И один раз произошло, и ей сказали на этот раз, это ещё ничего страшного, как бы обошлось, но дальше уже будет хуже. И вот она в страхе, чтобы не проспать, эти 5 утра встаёт, 10 будильников заводит, и как бы странно, да, почему мама ничего не скажет, куда её ребёнок в 5 утра уходит, ну, вроде как на пробежку, но всё равно. Но тут как бы всё очень плавно. И у мамы ухажёр появился, она как бы своими делами занята, немного уже от Саши отошла, и вроде ничего такого подозрительного нет. Но после этих моментов, когда она выполнила своё задание, её вырывает, у неё и желудка, и естественно, понятно, каким образом, монеты появляются. Странно, непонятно, и вот очень-очень, ну, своеобразно, прям сразу видно, современное чтение, современная книга. Но опять же, я не могу оторваться, мне интересно, что будет дальше. В итоге этот незнакомый мужчина закончила школу, и вот она и шла подавать на филфак документы. Но он сказал, нет, вы приняты в другой университет, университет каких-то тайных дел, институт специальных технологий. Вот. И я так понимаю, что она поедет туда учиться, потому что, когда у неё даже был момент, что она не бегала, ей дали отдых, она ей так было плохо, она вот хотела бегать, вот вроде у неё всё было чётко, она знала, что в 5 утра и надо вставать, а когда её это вылешает, то ей как-то уже неспокойно. Вот. Прочитала там страниц 70, ещё 500. Что ждать от этой книги, я уже не знаю. Но надеюсь, что дальше будет ещё более интереснее. Итак, дорогие друзья, я объявляю книгу Вита Ностра самой непонятной для меня книгой этого, наверное, года, потому что я прочитала всю первую часть, это 238 страниц, и я до сих пор не понимаю, что там будет, что ожидать от неё, потому что самое интересное, что она от какого-то, извините, трэша переходит по что-то более-менее адекватное, потом опять, и ты думаешь, так, что меня ожидает в дальнейшем? Всё это время, пока я читала, нас описывалось институтское время, время, проведённое в университете, это студенческая жизнь нашей главной героини, как она приехала в эту торпу, как она училась, и самое интересное, что никто из этих ребят, кто приехал туда учиться, не понимает, чему их учат, зачем, как и кто из них будет, и что с ними будет потом. Единственное, что они знают, что они живут в страхе, в стрессе, в вечном заставлянии учиться, и то, что если они сделают какую-то ошибку, то есть не выучат или не сдадут экзамен, то произойдёт что-то страшное. Я представляю, под каким накалом, под каким грузом они вот все ходят, и все по-разному на это реагируют. Кто-то забивает и где-то там прогуливает, кто-то, вот как наша главная героиня, учится изо всех сил, она очень переживает, что что-то случится с её семьёй, и важный момент в этой книге, что мы понимаем, что это всё на нашем подсознании, о чём мы боимся, тот страх нас и держит. То есть, какая-то такая психологическая игра, о чём мы переживаем, за что мы переживаем, за что мы боимся, на том их кураторы и играют. То есть, если кто-то переживает за своих родственников, они на этом играют. Кто-то там переживает какую-то другую проблему, они играют на этом. То есть, они знают их тонкие и слабые места. Нам показывают разных персонажей. Это и Костя Кожевников, друг Саши, с которым они вначале познакомились, и по совместительству, это сын куратора Саши. И многие ему это не могут простить, потому что как бы он как будто связан, но он также повязан в этой механине, в этом каламбуре. И мне его очень-очень жалко. Так и Саше, нашей главной героине. Также нам показывают девочек, с которыми живёт Саша в комнате. Это и Лиза, которую мне тоже жалко. Она вроде такая, знаете, дерзкая, постоянно Сашу задирает, но на самом деле у неё очень много больших страхов. Ей пользуются, её используют, и по-человечески этого человека очень жалко. Также у нас есть и другие персонажи, которых мы видим. А, ещё эта книга самая неромантичная любовная линия. То есть она как-то нам показана, ну, просто на страничке. И дальше опять учёба. Или вот как-то она какими-то такими вкраплениями, но вот какого-то разворота, которого я жду, ух, ну, сейчас что-то будет, нет. И наша главная героиня Саша Александра, она лидирует во всех параметрах, во время учёбы, кто-то ей завидует, педагоги её ставят в пример. И по специальности там у них очень есть строгий педагог, и вот он её выделил, он с неё просто дерёт три шкуры, и вот её подталкивает, мотивирует, но мотивирует очень странным способом. Что сейчас будет во второй части и в третьей, я не знаю, но мне уже очень интересно, и я говорю, это странная книга, которая вообще непонятна, но от которой тяжело оторваться. Очень жду, что сейчас будет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И так, я снова выхожу с книгой, и я уже прочитала больше половины, и я просто сижу в парке, читаю, и знаете, что я хочу вам сказать? Я теперь начала чуть-чуть что-то понимать. Тут больше показываются отношения между педагогом и Сашей, главной героиней, потому что в ней заинтересованы педагоги, в ней видят потенциал, в ней видят человека с большим будущим, для чего-то она им нужна, и вот они из неё сойки выжимают, требуют от неё, а на второй курсе у них обучение, и вот тут от неё пошли проблемы, она просто не могла переступить определённый порог. Как я и сказала её друг Костя, к сожалению, тут произошло так, что они поссорились, и тут начались новые романтические отношения, но другой вопрос, нужны ли они Саше или нет, потому что она очень сильный человек, под вопросом стоят эти отношения, но мне кажется, что в Косте, вот в этом её молодом человеке, с которым она до этого была, друг её, в нём она как раз нуждается, он как бы ей как помощник, как проводник, как она его вытащила на первом курсе, так вот, и он сейчас ей помогает на втором. И сейчас происходит такое неприятное, то есть она переступила свой порог, у неё была очень большая сила боли, и что ей мешало как раз дальше обучаться так же благополучно. Она не хотела, и она настолько сильная, что вот даже никакие занятия ей не помогали. И вот через какое-то время у неё всё-таки получилось, и тут происходит самое, скажем так, неприятное, вот прям очень неприятное, ну, максимально неприятное. Когда я эту читаю, это прям... О-о-ой! Ещё так всё описано странно, очень странно. Поэтому я даже не знаю, как к этой книге пока что относиться, что, чем закончится, какая у них, скажем так, определённая миссия будет, тоже непонятно. Ну вот, я думаю, что за сегодня я её дочитаю. Смотрите, что мне подарил мой дружочек-пирожочек на новый учебный год. Это вот такие стикеры для книг, как облашка с мыслями, и вот такая масочка, которая просто описывает сейчас моё состояние. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, я попила немного кофеёк, потому что я не могу, меня уже начинает бомбить с этой книги. Я думала, я сейчас дочитаю до третьей части, и тогда выйду к вам и буду рассказывать. Ну нет, я уже не могу терпеть. Меня уже просто начинает раздражать главная героиня. Я половину в этой книге не понимаю, потому что это очень каким-то заумным языком. Я не знаю, что тут. Регонометрия, какое-то... Какая наука у нас изучает вот пространство, что в пространстве происходит. В общем, очень мудрённо, очень навороченно, но даже сейчас не об этом. Я пойду по порядку, просто я говорю, у меня уже начинает... Вот у меня начинает подгорать с этой книги. Я вам уже рассказывала, что начинаются такие моменты вот метаморфозы с телом нашей главной героини, потому что она растёт, у неё появляются сверх какие-то способности. И вот настолько неприятно описано преображение её тела в какую-то непонятную слизь, в какую-то непонятные объёмы массы. У неё вырастают крылья, как она чистит эти крылья с перьями. И вот представляете, это у живого человека, обычного человека. И как-то вот тут вот всё прям так очень живо это всё описано. И как у неё руки превращаются непонятно во что. И когда у неё глаза без... Она проснулась, у неё в глазах не было зрачков. Это максимально неприятно читать. Вот это один момент про превращение. Я уже думаю, ладно, хорошо. Чуть-чуть я со спойлерами уже рассказываю. Ну, что поделать, потому что вот сейчас у меня прям такая... Эмоции мной завладели, и я не могу остановиться. Так же я, может, мало внимания уделила вот этой ссоре с тем молодым человеком, с которым она встречалась после Кости, с которым я говорила, что большой вопрос, есть ли там любовь или нет. И на неё не то, что она повлияла, но ей прям настолько жалко этого парня, потому что он считает, что она его предала, что она его использовала. Я не буду вдаваться в подробности, но вот он как от неё отстранился и пока что не подпускает к себе. Ещё мне понравилась такая фраза, дословно сейчас не помню, но её куратор, которого они все считают мучителем, которого не любят. Но тут другой вопрос. А может, он наоборот делает им хорошо и как-то их оберегает и спасает? Там тоже вот можно и есть о чём подумать. И была такая фраза, вы любите не того человека, кто вам нравится, да, внешне, и там по другим каким-то, таким более страстным понятиям. А за кого вы переживаете и за кого вы боитесь? Вот самое главное слово, за кого вы боитесь. Я прям полностью согласна с этим. Сейчас я ещё немножко глотну, потому что у меня эта книга прям эмоции, вот под конец просто. Но я ещё не пришла. Вот чего меня так бомбануло, скажем так. Также ещё хотела момент на такое обратить внимание, вот то, что мне до вот сейчас у него мои менты, мне было жалко главную героиню, потому что она вроде хочет помочь маме, и вот она всё как-то её любовь хочет добиться, потому что она сейчас занята младшим братом, и всё-всё-всё вокруг него крутится, а Саша чувствует себя какой-то брошенной. И вот она очень помогает маме, ухаживает за братом, и это так описано, но вот эти её сверхспособности мешают ей. Они вот просто, она ими не может управлять, потому что она растёт, как говорится, не по дням и по часам, не в физической форме, а в более такой, и не может справляться со своими моментами, и они ей очень мешают. И вот до этого момента мне её было жалко. Но сейчас произошло уже несколько таких случаев с братом, ещё какой-то был момент, когда она не справляется вот со своим вот этим гневом, злостью, эмоциями, да, у неё прям жуткий гнев, она там может, вот ей хочется там подраться, какая-то она дерзкая стала, это тоже как побочный эффект. Но сейчас просто она раз ослушалась педагогов, которые ей говорят, два ослушалась педагогов, и она приводит, например, вот вы нам ничего не рассказываете, поэтому я так себя веду, как бы, но я не специально. И вот она как дурочка, я не специально, я не специально, но ты же можешь собой как-то обладать, ну, своим разумом, ну, тебе тысячу раз уже говорили не делать лишнего, то есть вот, что тебе задали, то и выполняй. Нет, она то сделает одно, то другое. И такая, я не хотела, это само. И педагоги уже просто, они говорят, ну как так, ну, надо что-то с тобой делать. У меня просто с этого, я до конца была на месте главной героини, то есть за неё, но сейчас вот я даже не выдержала, у меня 10 страниц осталось, я просто решила вот выразить все свои, весь свой гнев на камеру. Ну, конечно, там из неё и заступились, как бы, потому что это вот в новинку, даже педагогам не у всех такое было, то есть ни у кого-то такого студента не было, но всё равно, я прям, ух, не могу, когда вот, и вот так вот, под урочку, я не хотела, это не я, оно само, ну, ну как? Ну, ты за своих каких-то там личностных переживаний, вот она так себя ведёт. В общем, сейчас дочитаю до третьей части, и потом зарезюмирую, в общем, мне кажется, что-то под третьей частью будет. И там у меня останется уже меньше ста страниц, наверное, завтра с утра уже тогда запишу и расскажу вам, вообще, чем всё закончилось и какие мои эмоции по поводу этой книги. Субтитры сделал DimaTorzok вот такой вот моё состояние с книгой. Уже, как вы видите, потемнело, и если я думала, что я что-то пойму, когда дочитаю до третьей части, то ничего толком я не поняла. Наверное, всё-таки будет понятно в конце, вот мне 100 страниц осталось зачитать, но я сейчас сделаю перерыв от этой книги, потому что проекции, что-то такое нематериальное, отражение кто-то, чего-то, и каждое существо отражается в чём-то, и что человек это не человек, а слово. В общем, очень непонятно. Как мне говорили, что, наверное, надо будет ещё раз перечитывать эту книгу, чтобы всё понять, для меня самое интересное, что читается легко, то есть, вот просто читается залпом, но суть и смысл этой книги очень, ну, не с первого раза, он не так легко воспринимается. Я бы хотела пояснительную бригаду по этой книге. Вот, в общем, теперь наша главная героиня поняла своё, грубо говоря, предназначение, кто она, для чего она, и вот чем эта книга закончится, ну, у них какой-то их экзамен ждёт, самый-самый главный, перерождение. Вот, мне интересно, я думаю, обязательно там до экзамена всё дойдёт, как это закончится, ну, я говорю, опять же, уже, наверное, буду завтра вам рассказывать, у меня уже нет сил эмоциональных на эту книгу, поэтому сделаем пока что перерыв. Итак, моё видео подходит к концу, потому что я прочитала Вита Ностра, Марии и Сергея Яченко. Сказать, что... я даже не знаю, что про эту книгу сказать. Если вы думали, что последняя часть вам всё объяснит и вам станет понятно, то это не так, потому что я дочитала, я была в надежде на последнюю часть, что я всё пойму, но я ничего не поняла. И самое главное, я не буду вам спойлерить, что закончилось хорошо или плохо, но... такой... но он не открытый финал, но... то есть там тоже на подумать. Почему так произошло? Почему так всё закончилось? Был выбор. Был выбор у нашей главной героини и не один раз, но... всё-таки она вот выбрала так, как выбрала она. Что этим произведением хотели показать авторы? Я вот сейчас сижу и думаю. До сих пор я не особо могу понять, если честно. Ключевой ли момент в этом произведении является страх? Или нет? Потому что для меня он как бы действительно ключевой. Страх, на котором всё заложено, на котором... который мотивирует учиться, который мотивирует вообще существовать. Но, может, я неправильно понимаю. Я, наверное, подумаю, и когда уже буду прочитанное делать в этом месяце, может... может, до меня что-то ещё дойдёт. Но то, что эта книга является каким-то открытием года, это однозначно. Это что-то такое, чего я не видела вообще. Не видела, не читала. И близко, вот, что похоже на это произведение, я даже сейчас не могу сказать. Я очень рада, что я его прочитала. Спасибо большое Юле, которая отправила мне эту книгу. Получилось так, что я её хотела. И видите, как... как... произошло, что Юля решила отправить именно эту книгу. В общем, да, концовка, я говорю, я думала, что там вот всё у меня будет разложено по полочкам. А, нет. Вообще, нет. Если вы любите что-то такое подумать, с какой-то фантастикой, с какой-то мистикой, ну, это на антиутопию, конечно, не тянет, но что-то такое вот всё равно сверхъестественное. До сих пор мне не очень понятно отношение нашей главной героини с её мамой. То она за неё переживает, то, ой, а, да, всё, хорошо. Как-то у них настолько сухие были разговоры, она очень переживала, что у них отношения с мамой как-то не складываются. Ну, то она за неё переживает, то опять всё то же самое. И вот такими каким-то волнообразными у них отношения тоже я прям очень грустила за Сашу, прям переживала вот её разрыв с родителями, как она тяжело переживала, что она не рядом с мамой сейчас, а уехала она в 16 лет. То есть для человека это, конечно, тяжело. В общем, вот так вот у меня вышло. Я надеюсь, что вам понравилось видео. А сейчас мы переходим к самому важному. Следующее видео выйдет на канале у Ангелины с канала «С Линой о книгах». Что я ей приготовила и что я ей отправила, следите, обязательно следите, обязательно переходите к ней, все ссылочки у меня останутся в описании, все-все-все участники у меня тоже там будут. Обязательно следите за всеми участниками, поставьте колокольчики, чтобы не пропускать видео. И, конечно же, будьте первыми, кто увидит, какую книгу я приготовила для Ангелина. Я хочу поблагодарить вас, хочу поблагодарить девочек за такую прекрасную коллаборацию, за такую прекрасную эстафету. Спасибо вам, что вы смотрите, а я всех очень сильно люблю и пока-пока. Пока-пока.